Пётр Бочкарёв, единственный ветеран Великой Отечественной войны в городе Светлый. Это в Калининградской области. Недавно он отметил 100-летний юбилей. С фронтовиком познакомился Александр Лансков. Вот так я её одевал. Вот так. И на бок немножко. Десантник – это навсегда, говорит Пётр Прокофьевич. Ветеран Великой Отечественной войны недавно отметил вековой юбилей. Но как правильно носить голубой берет с кокардой, готов научить любого. В одном из прыжков с парашютом он получил ранение ноги и после госпиталя записался в артиллеристы. Воевал на Третьем Белорусском фронте, освобождал Минск и Вильнюс. Штурмовал Кёнигсберг. Там дерево такое было. И из-под него глядел на немцев, где они прячутся. И тогда сигналю им, вот, говорю, бей по соснам, вот, по тем-то соснам. А они сразу поворачивают оружие и раз. В своем последнем бою Пётр Бочкарёв подбил два танка, а третий выстрелил в него. Снаряд разорвался за спиной с тяжелыми осколочными ранениями. Он попал в госпиталь. После войны Пётр Бочкарёв жил в родном Сталинграде, а в середине 70-х вернулся в места своей боевой славы – Калининградскую область, где и живет до сих пор. В городе Светлый он единственный ветеран Великой Отечественной. Каждый год принимает участие в местном параде победы. И в прошлом году он у нас тоже самое на машине, как почетная машина у нас впереди. Все колонны идут. Ну, естественно, это наше достояние. Люди прекрасно это понимают, поэтому все цветы касаются, когда мы подъезжаем к универмагу. Машина-то легковая, она полностью закрывает ему цветами. В преддверии 9 мая Петра Прокофьевича приглашали в первую городскую школу. В последние годы старшеклассники сами приходят к ветерану в гости. Не только поздравить, но и послушать историю Великой Победы. Дорогой Пётр Прокофьевич, мы поздравляем вас с Днём Победы. Желаем вам всего самого наилучшего. Александр Лансков и Артём Стрякнёв. МИР24.